Нет, ощущение такое, у меня лично было безусловно, я знаю очень многих людей, и своих товарищей, и соратников тогда еще по Красноярскому краю, которые считали, что вообще нужны изменения, нужны перемены. И действительно, в общем-то, надо было очень серьезно посмотреть вообще, что происходит с экономикой, коль так вообще замедлились темпы роста, и действительно надо было очень серьезно заняться вопросами переработки, потому что мы выращивали очень и очень много, а теряли, так сказать, тоже очень и очень много. И действительно надо было серьезно заняться вопросами, связанными с научно-техническим прогрессом и повышением производительства труда, и действительно надо было заняться тем, чтобы вообще партия больше бы работала с людьми и с массами, а советы вообще больше бы занимались хозяйствованием, и вот убрать эту вот опеку, так сказать, постоянную. Потому что, ну, я могу вам привести примеры, вот я в то время был секретарем Красноярского крайкома, еще тогда ввел вопросы административных органов и капитального строительства, а край был на третьем месте по объемам капитальных вложений вообще в Советском Союзе, после Тюмени и Москвы. И 100 строек, которые были на контроле Центрального комитета КПСС, из них 25-27 всегда было в Красноярском крае. Так вот, это, да, вообще, извините меня за это выражение, но так драли вообще, так сказать, за это дело секторе Крайкома и первого, и секторе Крайкома, который отвечает за это дело. Хотя, в общем-то, это надо было действительно переносить, так сказать, в хозяйственные структуры, в хозяйственные органы, и надо было, чтобы они этим занимались. Ну и потом надо было развивать, безусловно, так сказать, общественные всевозможные институты, чтобы общество, ну, понимало бы, что оно должно само вообще участвовать и в управлении, и в хозяйствовании, и в распределении, кстати говоря. А не так, чтобы это все наверху, что придумали, то и сделали. Ведь первые это заявления какие были? Что ускорение социально-экономического развития на базе научно-технического прогресса. Ну, это же надо быть только ненормальным, чтобы вообще не воспринимать это позитивно. И все действительно взялись за это дело по-настоящему. И я вам скажу, что я даже опять-таки беру по примеру Красноярского края, ну, 86-й год и 87-й год были очень высокие темпы роста, и очень много было сделано на вопросах переработки, и какое-то было воодушевление, и какой-то был подъем, и все это шло, ну, практически вот до 88-го года. Во-первых, мы конкретно столкнулись сами вот с проблемой какой? Вот создание кооперативов, да? Ну, вообще, если, так сказать, брать по Ленину, то это социалистическое общество, это общество кооперированных кооператоров, тут вообще никаких проблем нет. Если даже взять, так сказать, сталинские времена, которые все время там ругают и говорят о каком-то там тоталитарном и там всяком-всяком прочем, колхозы были, артели были, все это было. Частник, кстати говоря, был, который ходил, там, точил ножи, там, ремонтировал, шил, все это было. Да, потом, так сказать, взяли, в ринге Сергеевича все централизовали, сказали, все, это не надо, всем обеспечим, все сделаем, и все будет нормально. Но эти кооперативы, когда создали, то их же разрешили создать, в том числе и при промышленных предприятиях, а при промышленном предприятии создается кооператив, без нал сразу перекидывают в этот кооператив, в нал. Зарплата у рабочего, который трудится на заводе, у него 200, там, 150, 170 рублей, а тот, кто работает в кооперативе, он получает уже полторы-две тысячи рублей. То есть сразу пошло расслоение раз, а хозяева всех этих, так сказать, в том числе и многие из директорского корпуса, начали просто, так сказать, заниматься деньгонакопительством и пошло обуржуазивание общества. Это раз. Во-вторых, он у меня в 88-м году был в Красноярске, он был в Красноярске как, ну, столько, сколько нигде не был, потому что край огромный, он второе место по территории после Якутии занимает в Советском Союзе, занимал, вернее, в Советском Союзе, ну, хотя для меня Советский Союз существует, так что занимает в Советском Союзе. И он семь дней был у меня, и при мне уже была ситуация достаточно сложная в Нагорном Карабахе. И я помню, как одно утро мы встречаемся на даче перед отъездом на объекты, и он, говорит, только что получил телеграмму от Вольского, вот по Нагорному Карабаху. Ну, а я так, в общем, учитывая, что у меня какие-то были, в общем, отношения, я бы сказал, неплохие, и он ко мне относился хорошо, я так прямо открыто сказал, что вообще, если это вот в корне, не задушить и не погасить сейчас, все, это будет потом пожар, так сказать, очень большой. На что не было вообще никакого ответа. Я так, он вообще умел, между прочим, так сказать, вот то, что его интересует, показывать свою заинтересованность, и то, что его не интересует, пропускать вот так вот, как будто бы он смотрит на пустое место и ни на что не обращает внимания. Это вот отсутствие необходимой информации, такой живой, оно связано с тем, о чем я уже говорил, это непоследовательность и нерешительность действий. То есть, А сказали, а Б сказать не могут. И вот смотрите, ситуация какая. Значит, ну, исполняющий обязанности вице-президента Геннадий Иванович, так сказать, я его уважаю, так сказать, как там, как человека, все там, но он растерялся, так сказать, не взял он, в общем-то, ручку на себя. Нет. Председатель правительства из строя вышел. Лукьянов, вместо того, чтобы, мы же собрались 19-го, 18-го вечером и договорились 21-го числа провести заседание Верховного Совета. Вдруг на следующий день он собирает, там, даже не президиум, а не поймешь, что вообще, там, там, и члены президиума, и не члены президиума. Вой там всякие устраивают, и он назначает на 26-е. Ну, вообще, разве может армия, КГБ, Министерство внутренних дел, так сказать, да, быть вот в этом вот в режиме растянутом, так сказать, без решения вообще законного Верховного Совета. А Верховный Совет в то время, я даю тысячу процентов, проголосовал бы за ГКЧП и за членное положение. Абсолютно большинство. Абсолютно большинство. А поскольку такого решения политического нет, никто, так сказать, не управляет и не руководит, соответственно, силовики тоже в растерянности. Ну, я говорю, Владимир Александрович, вроде бы, вам бы так полагалось бы взять-то ручку на себя. Да я вроде тоже, так сказать, не могу, потому что мне же надо, чтобы было какое-то политическое решение. Вот так все ждут политического решения. А статьи 6 нет, да, она изменена. Партия уже не руководящая, не направляющая силы. Меня даже не включают в Комитет Государственный по ГКЧП, потому что уже, так сказать, само руководство союзное, оно боится, что, ну, не дай бог, тут еще нам припишут, что это тут нами партия командует. Вот это, ну, и к богу там, да, хотя я в конечном итоге все равно прохожу по делу как организатор. Но, тем не менее, состава ГКЧП я не был. И вот поскольку, как в таком деле должен быть главнокомандующий кто-то, а главнокомандующего нет, отсюда и вся эта вот информационная борьба. Сказать нечего. Пришли на пресс-конференцию, я им говорил, куда вы идете, чего идете, я не пошел. Потому что я видел состояние людей, в каком они идут на пресс-конференцию. На пресс-конференцию, если идти, так это надо прийти и сказать, вообще, так сказать, да, чтобы это зажгло народ, там, чтобы люди поняли, что это действительно, так сказать, событие очень серьезное. А ведь все восприняли опять так, как у нас всегда по-русски. Раз наверху они сказали, все будет нормально, все у них получится, у них сил хватает, всего есть, что нам там это обязательно, там выходите и четко вот поддерживать. Мы, вон, пойдем лучше, так сказать, бутылку водки выпьем, а завтра все будет нормально, все в порядке. А когда проснулись с 21-го, ох, ах, где вы были, и теперь говорят, чего вы нас не позвали. Я говорю, ну как чего не позвали. В 5 часов утра я вызвал себе Кравченко, генерального директора ТАСС, в 5 часов утра вручил ему все документы ГКЧП, в 6 часов утра уже телеграфное агентство Советского Союза распространило все документы по всем каналам, в том числе за рубеж. И начали по телевидению читать обращения, по радио читать обращения, а там просто в конце абзац есть о том, что если тебе дорога отчизна, если тебе понятно вообще, что происходит, если ты не хочешь того, чтобы все окончательно провалилось, развалилось, выйди и поддержи. Говорят, не позвали. Я 19-го числа подписал шифровку в партию, так сказать, разослали по всем организациям республиканским, краевым, областным. Московский горком получает шифровку, присутствовал сам на секториате, впрочем, наш тем политбюро был, получает шифровку, на активе даже не говорит об этой шифровке, спрятал ее. Купцов получает шифровку, сидел у меня на секториате, при нем принималось решение, он был, кроме того, что мы его избрали 6 августа первым старелом ЦК Компартии РССР, которая, кстати говоря, тоже, в общем-то, вот создание Компартии РССР, это один из ключевых вопросов развала Советского Союза. Один из ключевых вопросов. Тоже спрятал ее, так сказать, под сукно. Вечером собираемся, 20-го числа, у Крючкова сидим все. Все приходят, штурмовать нельзя, штурмовать нельзя, разгонять нельзя, к буй большая кровь. Один я и Бакланов, вот вдвоем мы остались на позиции, что надо разогнать всю эту шпану, которая там собралась. И надо привести вообще в чувство российское руководство. И можно это сделать без всякой, так сказать, большой крови. А если даже будет малая кровь, то мы малой кровью, в конце концов, спасем большую кровь, чтобы ее не было. Ничего подобного. Команд не было, хотя некоторые деятели есть там у них такой. По-моему, Гончаров заместителем был у начальника Альпы. Как-то мы были вместе на одной из передач на телевидении, он говорит, мы там не пошли, мы понимали, что это нельзя делать. Я говорю, вы пошли бы как миленькие. Приказа не было. Если бы приказ был бы, не пошел бы ты, пошел бы Петров. Куда бы ты делся? Сейчас все смелые, конечно, все говорят, мы там демократы, за демократию мы не могли, мы просто морально не имели права. Все это брехня вообще, в полном смысле этого слова. Вся трагедия в том, что и сам по себе этот государственный комитет, он же, это же, понимаете, это не то, что, так сказать, если бы это готовилось год, да, там или два. Если бы люди притерлись, если бы у каждого были бы определенные обязанности, если бы кто-то конкретно возглавлял, то это была бы структура, которая, так сказать, что-то может. А когда это кроме названия вообще ничего нет, а все сбору по сосенке, по сути дела, там как, по должностям, прошу извините, по должностям, так сказать, все это сделано, да, собрали. А люди друг другу не, ну прямо скажем, так сказать, таких уж сверх, так сказать, там близких отношений нет, сверх понимания, так сказать, нет. Одному кажется, что надо так, другому кажется, что надо так, а тут ведь надо вот так, а вариантов других нет. Он готовился же Лукьяновым и Горбачевым в абсолютной тайне от всех нас, по крайней мере. Мы не знали, в ЦК у нас документов не было никакого. И он 14-го числа случайно попал Павлову. И Павлов попросил, по-моему, известия опубликовать. И известия опубликовали 15-го, по-моему, числа. И вот когда, когда прочитали, тогда, в общем-то, все и зашевелилось. А комитет, он, так, исподболь, так сказать, не называясь комитетом, но как-то был подготовлен, потому что Горбачев часто собирал нас в составе, там, Шенин, Бакланов, Пуга, Крючков, Язов. Ну, иногда приглашал он, там, Павлова, иногда приглашал Лукьянова. Но нас пятерых постоянно. И все время говорю, вы прорабатываете меры, смотрите, что в стране делается. Это же неизвестно, чем это закончится. Надо же вообще иметь какую-то, так сказать, программу действий на всякий случай пожарный. Вот поэтому, а дальше мы, так сказать, естественно, не всегда же с ним собирались. Когда нам поручения дают, приходим в полную, садимся, начинаем обсуждать, рассуждать, все эти вопросы, так сказать, смотреть. Так вот готовились документы, так готовилось обращение, так готовилось постановление. И, по сути дела, когда прочитали и увидели, что разваливается-то не просто Советский Союз, разваливается Советский Союз на 180 с чем-то государств. Потому что субъектом подписания союзного договора становился автономный округ, вплоть до автономного округа. А это значит, что разваливался не только Советский Союз, разваливалась Российская, Советская, Федеративная, Социалистическая Республика, потому что это же была Федерация, а если я представитель и вождь Якутии, и, так сказать, там, и Левенки, подписал, как самостоятельный субъект, союзный договор, да я плевать вообще хотел на какую-то РССР, зачем она мне нужна? Я становлюсь вот там, я в Союзе, извините меня, никакая республика не нужна. И после этого, так сказать, вот это вот нагло так называемый президент СССР, так сказать, заявляет о том, что он до последней капли крови боролся за то, чтобы сохранить Советский Союз. Ни за что он не боролся, он разваливал его всеми своими силами, чем только мы, и все ему помогали, там вот это, комарили окружение. А Ельцин, между прочим, начиная с июня или мая месяца, вовсю формировал структуры власти, которые вообще не имела права иметь РССР. МВД РССР уже Союзовому министерству не подчинялась, создал этот Государственный комитет обороны, создал Комитет государственной безопасности. В Свердловске на собрании чекистов, так называемых, так сказать, было принято решение, что они уходят из под юрисдикции Союза и идут под юрисдикцию РССР, так сказать, под Ельцина. Ну, я тогда говорил всем, и в том числе и Владимиру Александровичу, и Гензеку, что это же все из филиала сумасшедшего дома. Вы представьте себе, так сказать, что в 50-м году бы, так сказать, Свердловская комитет государственной безопасности Свердловской области принимает решение, что он уходит из под юрисдикции Советского Союза и будет под юрисдикцией РССР. Где бы они все были вообще, начиная от уборщицы и кончая начальником управления. И правильно, потому что по другому вообще, по другому органу, наверное, просто и работать не могли. Это, я думаю, влияние и Лукьянова, и Горбачева. И Лукьянова, и Горбачева, и Примакова, который, кстати говоря, придумал, между прочим, подписание нового союзного договора. Вот скажите вообще, какая необходимость была? Есть договор 22-го года. Зачем вообще подписывать новый союзный договор? Для чего? Допустим, да, действительно можно как-то увеличить полномочия на местах, республиках. Хотя каждая республика, действительно, она имела Верховный Совет, имела правительство, имела главу своего государства, как председателя президиума, имела первого секретаря, имела свою партийную организацию. Ну, все было, вообще все было, и, между прочим, в Конституции 77-го года тоже запись такая, что Советский Союз – это союз суверенных республик, да? Но даже если надо перераспределить полномочия, это можно все сделать в рамках Верховного Совета Союзного, и потом подтвердить Верховными Советами Республики, все. Для чего союзный договор? Союзный договор затеяли для того, чтобы развалить Советский Союз, только для этого. Для чего вообще создавали Компартию РСФСР? Для того, чтобы развалить партию, тут других задач не было. Вот я вам просто приведу примеры, на которые никак не обращают внимания, люди не могут понять эти тонкости. Вот Компартия РСФСР. Министерство обороны находится на территории РСФСР. Значит, Министерство обороны должно состоять на учете в Компартии РСФСР. Ну, это же полный идиотизм. Как вообще тогда может союзное руководство выполнять свои функции по отношению к Министерству обороны? Если там вообще сидят, так сказать, коммунисты республики и выполняют решение Центрального комитета. Если вспомните, Полосков там ездил по флотам, по океанам, по подводным лодкам, что-то лазил, самолеты какие-то смотрел. Зачем вообще? Для чего это? Ведь все вот шумят на ленинградском деле. А это же та же была затея, так сказать. Вот Россия у всех есть, а у России нет. Ну, Сталин им сделал Компартию РСФСР. Ни одного, так сказать, не осталось. И я бы так поступил, между прочим. Потому что это просто надо быть полным идиотом, чтобы ломать, так сказать, стержень последней, на котором еще хоть что-то держалось. Потому что каждый, так сказать, первый секретарь там в республике, он еще понимал, что его могут решением Политбюро там снять, там, кого-то другого назначить. Хоть это еще было, хоть это еще, хоть этот инструмент какой-то существовал. Взяли, последний инструмент уничтожили. В моем представлении, так сказать, кроме предательства, так сказать, недоумия. Ну, я другого, так сказать, потому что в конечном итоге, хотя бы во имя самосохранения, хотя бы во имя этого, ну, хоть что-то вообще можно было предпринимать, да? И, по крайней мере, слушать людей, которые, ну, что-то в этом понимают. Ну, если ты не разбираешься, так, ну, посоветуйся, спроси. Ведь вот как было с созданием Компартии РССР, поднимается этот вопрос о том, что вот надо там создавать. Я категорически против был все время, категорически против. Есть стенограмма моего выступления на съезде, на этом уже, так сказать, я сказал, что я просто подчиняюсь партийной дисциплине, поэтому я здесь. А вообще я против создания этой партии. Поднимается такой вой, Горбачев, да вы что там, все с ума посходили, что ли, никаких, ничего. У нас есть бюро ЦК по РССР, кстати говоря, у меня единственное черное пятно в моей биографии. Я был членом бюро ЦК по РССР, все остальные у меня должности хорошие. Мы говорим правильно, нельзя, нельзя создавать. Я приезжаю, там, так сказать, на меня атака со всех сторон, там, от красноярского комсомольца, как и то, что Московский комсомольец и Красноярский комсомольец, одинаковые, да, там, от других, там, что, как это так, России надо, ну, вы просто, ну, вы просто не понимаете вообще, ну, понимаете, существуют законы партийного строительства. Раз, что если это унитарная партия, то у нас должна быть, не должно быть самостоятельной партии в составе Российской Федерации. Что поймите вы, ведь под каким соусом подавали, в том числе и профессура, которая называет себя до сих пор марсистами-ленинцами, говорят, как это так вообще, у нас, так сказать, у них вот есть ЦК, а у нас нет ЦК. У нас каждая область была республиканской организацией. Права-то были одинаковые. Я первый старь Красноярского крайкома шел члену политбюро, а первый старь Самаркандского обкома партии, ну-ка, пусть зайдет член политбюро без разрешения первого старя ЦК или к генеральному секретарю. Как это он сделает? А если зайдет, то тот спросит, ты что, ходил на меня жаловаться там, что ли? Это что за порядки? То есть наши области, края, наши автономные республики были на правах союзных республик в Центральном комитете и работали напрямую с Центральным комитетом и Советом Министров СССР. Вот у нас в Красноярском крае 93% всего объема и всей промышленности союзного подчинения. Но как я буду работать через ЦК Компартии РССР с союзным правительством? Кто я такой там вообще приеду? А так я приходил, меня принимал Алексей Николаевич Косыгин, так сказать, был, я был секретарем, всего-навсего вторым секретарем МКО, он меня принимал. Рыжков был председателем, принимал. Тихонов Николай Александрович был, и к нам приезжал, и к нему ходили. Но это, я уж не говорю, так сказать, о правительстве Российской Федерации, естественно, обращались там по всяким вопросам, нам всегда правительство России помогало. Но это же колоссальные возможности, нет. Потом вдруг проходит короткое-короткое время, пленум ЦК, на пленуме ЦК выходят и говорят, вы знаете, мы подумали, ну что, ну раз настаивают, ну давайте, ну что, давайте создадим, подумаешь там. Ну то есть, такое серьезное дело, так сказать, превращать такую игрушку, это надо быть, ну, во-первых, законченным идиотом, раз, и врагом, так сказать, вообще народа в полном смысле этого слова. Потому что такие вещи так просто не делаются. Все дело в том, что реакция была у всех негативная, но Шеварадзе с Горбачевым уже все решили, так сказать, поэтому что-то было сделать, вообще было невозможно. Я уж не говорю о том позоре, который вообще испытал Советский Союз с Хонекером, потому что приехал человек и вообще мотали его, мотали, мучили, мучили, так сказать, пока человек не скончался. Я уж не говорю о том, что, так сказать, там на съезде народных депутатов СССР, как какую-то вообще, ну, величайшую, так сказать, сенсацию объявлял, так сказать, Горбачев, что Чаушешску летит, Чаушешску самолет развернули, он вернулся туда, Чаушешску убили, ну, как будто бы это вообще какая-то великая радость вообще, какое-то радостное событие. Ну, то есть это все говорит о том, что, ну, пришли и придурки, и предатели, прорвались, так сказать, к власти. А в целом, я вам скажу, вот моя точка зрения, мне кажется, что вообще, так сказать, происходит колоссальная деградация вот политической элити мира. Ну, разве можно сравнить, допустим, там, Рузвельта, Трумэна, Эйзенхауэра и Буша? Да и Клинтона, кстати говоря, так сказать, что там, ну, это разве сравнить с теми? Ну, разве можно даже с Тетчер сравнить этого Блэра? Ну, это же, это просто смешно. Ну, или можно вообще, это Меркель, так сказать, и Коль, которые 17 лет вообще пахал, так сказать, на этой стране, да? Или там Медеран, так сказать, и Деголь, и вот этот вот Ширак. Ну, что-то, вообще что-то происходит? Что-то происходит? Я думаю, что идет деградация человечества. Оно вообще перестает понимать вообще, как двигаться, куда двигаться, что надо делать вообще, чтобы двигаться вперед, что надо делать, чтобы было лучше. А, к сожалению, великому, наше, так сказать, вот коммунистическое движение, оно оказалось раздробленным. Международное рабочее коммунистическое и национальное освободительное движение, так пока еще все, попытки выполнить, так сказать, наказ Иосифа Сырьяновича, еще на 19-м съезде, о том, когда он сказал, что надо же вообще коммунистам, международному рабочему коммунистическому движению работать с национально-освободительным движением. Но так тогда и сделано было, слава Богу, многое. И от колониального гнета многие освободились, да, за счет этого. И, в общем, а потом пошел перекос, 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 потом все это лопнуло. И сейчас это вот, по сути дела, налаживается как? Ну вот Компартия Греции груз этот тащит, она каждый год проводит семинар. И Бельгийская партия труда. Правда, собираются по 70-80 партий, но вот я с 95-го года ставлю вопрос о том, что ну хватит нам играть, так сказать, в демократию, никому не нужно. Мы же все-таки же коммунистические рабочие партии. Ну давайте мы создадим какой-то координационный орден. Ну не хотите называть Коминтерном, Бог с ним там, ну не хотите называть Интернационалом, Бог с вами. Ну что-то надо создать, чтобы, в общем, как-то в конечном итоге координировать действия в мире. Ведь, ну посмотрите, как вообще реагирует европейский, допустим, рабочий класс на какие-то ухудшения условий, на сокращение рабочих мест, на снижение заработной платы, на снижение каких-то пособий. Они же выступают уже практически объединенным фронтом, начиная от Испании, Италии и Англии, так сказать, все вместе собираются, выходят и даешь, так сказать, наши права, верни. И что у нас? Перегладь и Божья благодать. А если бы, так сказать, наше, у нас бы вот не было этого раздрая и раскола постоянного. И если бы еще вот был бы коррекционный центр международного рабочего коммунистического движения с национально-освободительным движением, я думаю, что можно было бы вот этим вот тем, кто замышляет, что миллиард пусть живет, а остальные все пусть на них работают, а лишние подыхают, я думаю, этот номер не прошел бы. Все дело в том, что реакция была у всех негативная, но Шаварадзе с Горбачевым уже все решили, так сказать, поэтому что-то было сделать вообще было невозможно. Я уж не говорю о том позоре, который вообще испытал Советский Союз с Хонекером, что приехал человек и вообще мотали его, мотали, мучили, мучили, так сказать, пока человек не скончался. Я уж не говорю о том, что, так сказать, там на съезде народных депутатов СССР как какую-то вообще величайшую, так сказать, сенсацию объявлял, так сказать, Горбачев, что Чаушешску летит, Чаушешску самолет развернули, он вернулся туда, Чаушешску убили, ну, как будто бы это вообще какая-то великая радость вообще, какое-то радостное событие. Ну, то есть это все говорит о том, что, ну, пришли и придурки, и предатели, прорвались, так сказать, к власти. А в целом, я вам скажу, вот моя точка зрения, мне кажется, что вообще, так сказать, происходит колоссальная деградация вот политической элиты мира. Ну, разве можно сравнить, допустим, там, Рузвельта, Трумэна, Эйзенхауэра и Буша? Да и Клинтона, кстати говоря, так сказать, что там, ну, это разве сравнить с теми? Ну, разве можно даже с Тетчер сравнить этого Блэра? Ну, это же, это просто смешно. Ну, или можно вообще, это Меркель, так сказать, и Коль, которые 17 лет вообще пахал, так сказать, на этой, на этой стране, да? И, да, Медеран, так сказать, и Деголь, и вот этот вот Ширак. Ну, что, вообще что-то происходит? Что-то происходит, я думаю, что идет деградация человечества. Оно вообще перестает понимать вообще, как двигаться, куда двигаться, что надо делать вообще, чтобы двигаться вперед, что надо делать, чтобы было лучше. А, к сожалению, великому, наше, так сказать, вот коммунистическое движение, оно оказалось раздробленным. Международное рабочее коммунистическое и национальное освободительное движение, так пока еще все, попытки выполнить, так сказать, наказ Иосифа Сергеевича, еще на 19-м съезде, когда он сказал, что надо же вообще коммунистам, международному рабочему коммунистическому движению работать с национально-освободительным движением. Но так тогда и сделано было, слава Богу, много, и от колониального гнета многие освободились, да, за счет этого. И, в общем, а потом пошел перекос, 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 потом все это лопнуло. И сейчас это вот, по сути дела, налаживается как? Ну вот Компартия Греции груз этот тащит, она каждый год проводит семинар. И Бельгийская партия труда. Правда, собираются по 70-80 партий, но вот я с 95-го года ставлю вопрос о том, что ну хватит нам играть, так сказать, в демократию, никому не нужны, ну мы же все-таки же коммунистические рабочие партии, ну давайте мы создадим какой-то координационный орден. Ну не хотите называть Коминтерном, Бог с ним там, ну не хотите называть интернационалом, Бог с вами. Ну что-то надо создать, чтобы, в общем, как-то в конечном итоге координировать действия в мире. Ведь, ну посмотрите, так сказать, как вообще реагирует европейский, допустим, рабочий класс на какие-то ухудшения условий, на сокращение рабочих мест, на снижение заработной платы, на снижение каких-то пособий. Они же выступают уже практически объединенным фронтом, начиная от Испании, Италии и Англии, так сказать, все вместе собираются, выходят и даешь, так сказать, наши права, верни. И что у нас? Перегладь и Божья благодать. А если бы, так сказать, наше, у нас бы вот не было этого раздрая и раскола постоянного. И если бы еще вот был бы координационный центр международного рабочего коммунистического движения с национально-освободительным движением, я думаю, что можно было бы вот этим вот тем, кто замышляет, что миллиард пусть живет, а остальные все пусть на них работают, а лишние подыхают, я думаю, этот номер не прошел. Алексей, у меня может быть последний вопрос. Вот две личности, Горбачев и Ельцин. Как бы Вы оценили это? Как один с юга, другой с севера, ну, два первых сектаря, ну, жизнь примерно, возраст и так прочее, Ну, как бы Вы оценили это? Вы знаете, оба разрушители, конечно, по своему складу. Я, вот, я Горбачева раньше не знал, даже когда работал в Крайкоме, он был, а он был, а он был, ну, наверное, да, он еще до того, как он пришел в ЦК, он еще был на Крайкоме, тоже потом, вот он был секторем ЦК, да, а этого деятеля, ну, я его не знал как-то, Горбачева. А о Ельцине я много слышал такого негативного, и от Свердловских товарищей, и от московских товарищей, с которыми общался, и как-то он был у нас в Край, там ездил по Енисею, там до, как у нас там, Красноярск, Диксон, да, до Диксона плавал. Ну, все рассказывали, что такой человек, в общем-то, ненадежный, с очень неустойчивой психикой, ну, любящий вообще перебрать так достаточно серьезно, у меня как-то с ним отношений не было никаких. Несмотря на то, что, вот я говорю вам, его же взяли заведующим строительным отделом ЦК, а потом был секторем Центрального комитета, по вопросам капитального строительства. У меня 25 или 27 строек из 100 по Советскому Союзу особого назначения, на особом контроле ЦК, он ни разу у меня не был, я у него в кабинете ни разу не был, он мне никогда не звонил, я ему никогда не звонил. Я просто его знал. Он так вот на плену вот подходил сам и здоровался со мной. Но вот это вот противостояние, противостояние, которое создали, оно было создано искусственно, оно очень хорошо подогревалось, и тоже в том числе Соединенными Штатами Америки. Ведь как раз, по-моему, число 20, он 21 июля, он подписал указ о запрете деятельности Коммунистической партии на предприятиях, в организациях, там, в министерствах, в ведомствах, да. Ну, а шел в это время как раз пленум ЦК, и, естественно, шум сразу подняли, и говорят, как что это такое вообще? Начали там Горбачеву валивать так по-настоящему, общие члены ЦК выходили, и говорят, что же принимать меры надо? Он стал говорить, это 20, может быть, второе, или 24 июля, да, 24 июля 91-го года. Вы мне бросьте, так сказать, на меня тут все время наваливать там всякую ерунду. Это еще надо разобраться, кто из нас коммунист. Вот я коммунист, а вы вот кто? Ровно через месяц сдал всю партию, сдал все, и страну сдал. Ровно через один месяц. Вот это, вообще, каким надо быть подонком, извините, за выражение, так сказать, чтобы вообще вот так поступать. Но в это время он говорит, что я подпишу указ, а я отменю указ Ельцину. И вот я, честное слово, трое суток простоял стоя у стенки. Вот то ВЧ, то вертушка, то спецкоммутатор. Со всей страны звонят, Олег Семенович, ну где указ, когда указ, где указ, когда указ. ему звоню. Да вот сейчас тут, а тут Буш как раз приехал. Да вот сейчас, да вот сейчас, да вот сейчас. Как-нибудь 28 июля он мне звонит и говорит, слушай, убери Полоскова и давай ко мне в Кремль сюда. я беру Ивана, приезжаем, он говорит, ну что мы будем, ну зачем нам это надо, слушай, ну не будем, зачем этот указ, сейчас опять это с ним тут начинать, всякую драчку, не надо это. К чему? Ну, выгнали нас с предприятия, ну будем работать по месту жительства. Ну то есть, такой, так сказать, из партии, домком, так сказать, делать будем. Ну вот, вот такое отношение. Я говорю, как? Ну как? Ну вы мне объясните, вы на пленуме заявили, что подпишите указ. Я не отхожу от телефона, стою, и мне могу выйти из кабинета, мне круглые сутки звонки, и все ждут указ. Да ладно, Олег, ну что ты, ты же афганец, ну не такие вещи ты проходил, там что там для тебя это, вот подумаешь, там этот указ Ельцина. А вот, кстати, я вам хочу сказать, он говорит, что Буш сейчас поехал к Борису Николаевичу. А я говорю, и Иван говорит, а что это он поехал-то, при чем тут Борису Николаевичу? Ну ты знаешь, он говорит, как-то вот сказал, знаешь, Мишель, ты не волнуйся, мне там до лампочки этот Ельцин, но коль уж он избран президентом России, ну мне как неудобно вообще не побывать у него. Ну то есть вот такие вот, какие-то, ну это же ведь только недомыслием не объяснишь же, правда? Это же какие-то, какая-то обработка, какое-то влияние, какие-то силы, которые говорили, что да не надо. А Горбачева уже к тому времени так ненавидели, что хоть черта с рогами поставь во главе государства и примут. и я сейчас и тогда, так сказать, верил, вот так вот предложи, так сказать, этого убрать, а поставить президентом СССР избрать Ельцина, а его бы избрали, точно избрали бы. Аппарат уже партийный, так сказать, весь терпеть не мог Горбачева. Я когда приехал, стал анализировать выборы, вот когда он избирался по избирательному округу номер один, посмотрел, он же там получил, что такое 99 или 98 процентов на выборах народного депутата СССР. Я посмотрел по районам Москвы, думаете, где самые высокие проценты голосования, вот так, на ваш взгляд? Думаете, где-то в рабочем районе? Ничего подобного. Там, где живет весь партийный аппарат Центрального комитета КПСС, там самый высокий процент у Ельцина, потому что это уже органически не переваривали. А я всем доказывал, что в ДВД играетесь. Дело не в том, что, так сказать, надо убрать сейчас Горбачева, надо, не дай бог, не дать возможности вообще вылезти Ельцину. Вот если вылезет Ельцин, тогда все, это конец, так сказать, ему и развал полный. А для того, чтобы спасать это дело, надо сейчас не нападать, так сказать, пока на Горбачева, а сконцентрировать свои усилия туда, туда вот, на Россию, потому что Россия все грохнет и сама грохнется. но, видите, как у нас понимают некоторые, а, так сказать, чего его защищать, я говорю, его защищать не надо, потому что явно, что готовится 28-й съезд. программу, которую нарабатывали они, так сказать, там со своей командой, близко вообще на дух не принял никто, когда обсуждали программу, все ее переделывали, так, эту программу КПСС. и явно, так сказать, его мы на съезде генсеком не избрали, его надо менять, менять надо, менять, надо дождаться съезда, съезд вот, 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 так сказать, ну, на декабрь месяц практически хотели наметить уже 91-го года проведение съезда. И там, говорю, все это дело решится, нет, вот этого давайте душить, а тот на этом вылазил, вылазил, вылазил. Но они оба и предатели, и разрушители, это у меня никаких сомнений нет.